Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет. Ингрид и Гиттер Шуберт, ваза для принцессы. Ежегодно, 18 мая, музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. В эпоху технического прогресса кто-то может задаться вопросом – а зачем вообще нам нужны музеи? На этот вопрос много лет назад ответил Михаил Васильевич Ломоносов. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ведь музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое, познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать, посетив музей. Любопытствующий, пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Предлагаю вам узнать историю знаменитого голландского фарфора, послушав замечательную сказку «Ингренд и Диттер Шуберт. Ваза для принцессы». Конечно, рецепт изготовления китайского фарфора мы не раскроем, зато узнаем много всего увлекательного и интересного. Большие корабли вернулись из дальнего плавания. Из Индии они привезли специи. Из Китая ящики полные фарфора. Все товары перегрузили на баржу. И тут из укрытия показался мышонок Лин. В поисках своего друга Лин объехал весь мир, прячась в грузовых отсеках судов. Лин скарабкался на мачту и осмотрелся с любопытством. Таких странных домов он еще никогда не видел. «Чи-сяу-ку!» «Какая маленькая страна!» – подумал он. Судно приближалось к прекрасному городу. На берегу Лин видит своего друга Титуса. Титус машет Лину и улыбается. Они идут по улицам, взявшись за руки. Останавливаются у здания с именем хозяина дома на стене. «Здесь мы и живем!» – с гордостью говорит Титус. «У лучшего гончара в городе!» «На чердаке!» – там не замерзнешь. Через дырочку в стене они забираются в дом. Там уже собралась вся семья. «Это мой друг из Китая!» – с гордостью говорит Титус. «Он когда-то спас мне жизнь!» «Я многому от него научился!» «Лин – великий художник!» «Он умеет все на свете!» «Перекусить что-нибудь найдется?» Мышки жуют, причмокивают, чавкают. «А чем это занят Лин?» «Лин наливает чай!» – торжественно поясняет Титус. «Вы только посмотрите на эти чашку и чайник!» «Это же настоящий фарфор с тончайшей росписью!» «Мы в Голландии такого не умеем делать!» «Ну скажешь, что же!» – расшумелись мышки. «Наш-то хозяин все умеет!» «Он сейчас готовит что-то совершенно необыкновенное для самой принцессы!» «Ты же знаешь, Титус!» И мышки потащили Лина в мастерскую. С важностью принялись показывать ему, что умеет делать их хозяин, от ночного горшка до молочника, от шкатулки до крышечки. На верхней полке стоит гордость мастера – ваза для принцессы. Пока еще чисто белая, но хозяин скоро раскрасит ее самой красивой голубой краской. «Видишь эти носики?» – показывает Титус. «В каждый из них можно поставить по тюльпану. Люди сейчас с ума сходят по этим цветам, хотя по мне луковицы тюльпанов намного вкуснее цветка!» Лин кивает головой. На мышей прыгает незаметно подкравшийся кот. Фарфор летит во все стороны. Ваза для принцессы падает с полки, переворачивается в воздухе и разбивается на тысячу осколков. Стоит оглушительный писк. Мыши бросаются в рассыпную. А толстый хозяйский кот смотрит только на Лина. То-то он сейчас полакомится. Но Лин ничуть не боится. Он наскакивает на кота то с одной стороны, то с другой. Движения его быстрые-быстрые, прыжки точные-точные, а удары меткие. Коту расхотелось есть мышей. Мышки перестали его бояться и потихоньку вылезли из своих углов. И в ужасе смотрят на осколки. Это катастрофа! Ваза для принцессы разбилась. Хозяин будет страшно расстроен. Лин улыбается своим друзьям, наклоняется и начинает собирать черепки. Мышки, вздохнув, помогают ему. А как же Лин победил кота? Спрашивают мышки у Титуса. Это кун-фу, объясняет Титус. И мы тоже можем так научиться! Лин кивает головой и показывает приемы. Другие мышки ловко повторяют его движения. Тут распахивается дверь. Что за шум и гам в мастерской? В мастерскую входит хозяин. Ой-ой-ой, разбилась моя лучшая ваза! Кто же это сделал? И что теперь я скажу принцессе? От огорчения мастер ложится в кровать и накрывается одеялом с головой. Он вообще больше не хочет вставать с кровати. Ему надо помочь, во что бы то ни стало. Лин складывает из черепков высокую башню. Титу сразу понимает, что он хочет этим сказать. Послушайте, мы сделаем новую вазу для принцессы. Кот ходит туда-сюда, носит глину. Мышки пятками разминает ее. Она уже мягкая, как масло. Другие мышки скручивают из нее ловкими лапками тонкие колбаски. А лин с титусом лепят из них и равняют стенки вазы. Работа кипит. Вот слепленные мышками предметы подсохли, и кот окунает их один за другим в чан. Теперь они стали совсем белыми и блестящими. Их уже можно расписывать. Лин с титусом рисуют на вазе узоры. Все остальные мышки держатся поодаль. Ну, почти все. На следующее утро мастер видит новые изделия из фарфора. Аккуратно расставленные у печи. Готовые к обжигу. А посередине стоит ваза. Ваза для принцессы. Мастер вне себя от счастья. Боже, это шедевр! Посклицает он. Какая расцветка! Какая тонкая роспись! Кто же это сделал? Он этого никогда не узнает. Мышки все спрятались и тихонько смеются, выглядывая из норки. Вот ваза обожжена. Мастер тщательно упаковывает ее и отправляет в дворец. Принцесса разворачивает упаковку и восклицает. Ах! Ваза с цветами стоит во всей красе. Титус и другие мышки живут тут же, рядом. Им очень нравится их новый дом. Их хвостики у них теперь синие. А синий – это королевский цвет. А куда же дальше отправится Лин? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...